Приветствую, друзья и коллеги, и учёные, и врачи, и психологи, и люди самых различных видов деятельности и профессии. Эксперимент с двумя щелями. О чём это вообще? Всех запутал, потому что я специально посмотрел много-много материалов по этому поводу, о том, что наблюдатель там влияет на объект, на который он смотрит, или не влияет. И вот этот опыт с двумя щелями был проведён английским учёным Томасом Юнгом, написано. Впервые в 1803 году он продемонстрировал его как подтверждение, что свет – это волна, а не поток частиц, корпускул. Впоследствии эксперимента Юнга повторяли другие учёные с разными объектами, электронами, отдельными фотонами и молекулами. Сейчас опыт Юнга – классическая доказательство того, что свет и материя в целом могут проявлять характеристики, как волны и как частицы. Ну, представляете себе. Я, значит, вот это посмотрел. Это называется «Известные примеры эффекта наблюдателя в физике» – мысленный эксперимент с котом Шредингера. И опыт с двумя щелями Томаса Юнгова. Я повторяю всё, чтобы кто меня не услышал сразу, чтобы услышали. Итак, я посмотрел эти материалы про эти две щели. Когда электрон в свет один раз может туда попасть, а в другой раз туда попасть. И как это трактуют? Боже ты мой, столько материалов о том, что человек своим наблюдением может влиять на объект. Ну, например, я смотрю на стол, и от этого стол якобы может меняться. Но это ж такое безобразие. Безобразие – это когда люди теряют здравый смысл. Почему? Потому что они не задаются вопросом. Да, потому что там говорится, вот потому что вот так происходит, что одновременно частица фотон может оказаться в любой точке Вселенной. Потому что он одновременно – волна и одновременно частица. Поэтому начали квантовое поле. Бог ты мой, чего только там нету. Чего только там нет. Вместо того, чтобы один раз взять, задаться вопросом. И открыть этот материал, и посмотреть внимательно. Да, вот эти все, которые пишут про квантовое поле, начиная с уважаемых и любимых мною авторов. Я не буду их имена называть. Да, ну, просто это ужас какой-то. Может быть, они по маркетинговым соображениям голову людям морочат. Может, чтобы продать свои вебинары. Может быть, по другому поводу. Но сегодня, когда мир вошел в точку бифуркации, в точку неопределенности, ну, как можно людей запутывать такими вещами? Это действительно в логику человеческого размышления не входит. Как одновременно может быть частица и одновременно волной. Это сложный вопрос. И поэтому, вместо того, чтобы задаться вопросом и начать посмотреть и понимать, вместо этого люди берут и транслируют друг другу вот эту чепуху. Про этого кота Шейнгера, про это две щели, куда влетает электрод. Там он как волна ведет себя, там где как корпус. И как бы может оказаться в любой точке Вселенной, в любой момент. И люди начинают этим пользоваться для того, чтобы друг другу как факт подтверждать, что в квантовой физике оказывается доказано, якобы, как бы даже вплоть до телепации, что можно отсюда на Альфу Центавру передавать мысли из мозга в мозг. Боже мой, и телекинез доказывают, и телепортацию, разрушая нашу нормальную критику. Вот это называется, что у нас в голове есть, фантазия и критичность. Что психиатр в первую очередь проверяет у человека? Он проверяет, насколько человек критичен и ориентирован. Потому что если сегодня человек говорит о том, например, что Земля круглая, и в то же время он может утверждать, что Земля на самом деле плоская, и приводить там доказательства и здесь доказательства, и тем самым разрушать нашу нормальную здравую психику, вот это сейчас используется и для того, чтобы разрушить ее на самом деле, для того, чтобы люди потеряли ориентированность и пошли как строем за тем, кто говорит увереннее. Сказали нам, что надо всем вот это делать. И все вот это делают, потому что здравый смысл потерян. А этим люди пользуются либо по глупости, передавая друг другу, вот смотрите, что там, оказывается электрон ведет себя так, или намеренно, намеренно, чтобы нас взять под контроль. Да, разрушить человеку здравый смысл и манипулируй. Вот и все, какие там проблемы. Пожалуйста, друзья, задавайтесь вопросами. Если вы задаетесь вопросами, например, я недавно пытался узнать, а почему именно 30 серебряников, а не 35, а не 34. Да, и оказалось, я посмотрел, узнал. Оказывается, это была цена раба. Цена раба, исполнителя. За эту цену продал ее до Христа, а потом сам повесился. Поэтому, друзья, любознательность, любознательность, это то, что делает человека человеком. Его доброта и любознательность. Конечно, друзья, до встречи. У нас 20 часов. Сегодня будет бесплатный ликбез, на котором зум будет дан во время трансляции. Заходите, задавайте вопросы. Как снимать страх, как снимать стресс, как поворачивать стрессовое напряжение себе на пользу для здоровья и развития творческих способностей. До встречи, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...